В Твери состоялось расширенное заседание коллегии управления ФНС, приуроченное ко дню работника налоговых органов Российской Федерации. На коллегии будут подведены итоги работы за прошедший период текущего года и поставлены задачи на оставшиеся недели 2023. За 10 месяцев текущего года Тверская область перечислила в федеральную казну около 110 миллиардов рублей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Таким образом, мы в пятерке лучших в ЦФО. На 21% выросли доходы консолидированного бюджета Верхней Волжья, составив по последним данным 78 миллиардов. Кроме того, ведомство перешло на двухуровневую систему работы, а также реализовало масштабный проект. Введен единый налоговый счет. Прежде чем о нем сказать, я бы позволил себе процитировать слова нашего руководителя, руководителя службы Даниила Вячеславовича Егорова. Единый налоговый счет – это мирная революция. Это самый масштабный проект, который был у Федеральной налоговой службы в новейшее время. Одним из положительных эффектов от внедрения единого налогового счета стало сокращение количества граждан, имеющих задолженность. Недоимщиков стало меньше на 40% или на 167 тысяч человек. Все эти достижения стали результатом работы Тверского УФНС как единой команды, отметил Александр Белишев, после чего приступил к традиционной для итоговой коллегии церемонии награждения. Среди отмеченных была и Елена Попова, которая рассказала, что любит свою работу за всевозможные нестандартные ситуации. Когда приходится с ними разбираться, понимаешь, что надо обладать большими знаниями во всех отраслях права. Не только в налоговом, но и в административном, гражданском праве. Поэтому приходится постоянно отслеживать изменения в налоговом законодательстве. И вся работа, получается, складывается, что ты повышаешь свои знания. Артём Кочетов служит в налоговой уже больше 20 лет. Он даже дату помнит. 1 марта 2001 года, когда он пришёл работать в это ведомство. Будучи ещё студентом юрфака. Знания, полученные в области юриспруденции, впоследствии очень помогли. Юристы нужны в налоговой службе и действительно нужны. Это была работа по специальности. Потому как главное в работе юриста в налоговых органах это соблюдение законных интересов налогоплательщиков и соблюдение законных интересов государства. В заключении заседания коллегии Александр Белишев поставил основные задачи, которые надо решить до конца года. Обеспечить динамику поступления налогов и сборов во все бюджеты, не допустить роста задолженности. А также создать оптимальные условия для ведения бизнеса во всех муниципалитетах Тверской области. Хочется...